я представляю себе фрилансера человек который просыпается в 12 ходит в халатике по дому пьет кофе или чай может не пойти на работу или вот если он болеет или уехал куда-нибудь то его точно не вернут за границы ну как бы и почему то есть такой стереотип что фрилансеры зарабатывают больше потому что они могут выбирать себе какие-то проекты или клиентов которые заказчиков которые могут платить больше или в удобное время если ты фрилансер то ты не можешь себе позволить кучу вещей которые ты можешь позволить себе если ты работаешь на дядю условно да ну например ты не можешь позволить себе сделать лажу но просто налажать написать левой пяткой что-то ты в любой момент свое время должен отвечать за качество своей работы от и до чтобы себе же не навредить им никто не оплачивает больничный вообще фриланс требует от человека очень хорошего такого тайм-менеджмента знания и таких способностей себя организовывать не каждый человек может себя организовывать нет в беларуси такого понятия как фриланс то есть мало того что закон тебя игнорирует то есть тебя нет как ты безработный временно не работающий как у нас пишут точно также игнорят и редактора я не знаю как в минске в регионах в провинции фрилансе это значит на котором можно поехать которого можно пнуть ногой там и что-то вот ну сначала пообещать работу а потом сказать у нас штатник вышел из отпуска пускай он лучше поработать то есть этот человек которым жертвуют в первую очередь при каких-то равных обстоятельств у нас фрилансерами становятся чаще всего молодые люди которые таким образом попробуют заработать себе имя они более креативные в них не чувствуется такая журналистка усталость вот это выгорание но в то же время от них и не ждут никаких больших свершений то есть к ним относятся с меск с нисхождением их тексты правят больше чем все остальные то наверное белорусы тоже способны создать институт фрилансерство всегда найдутся люди которые для которых эта форма работы будет оптимальной нет желания такого у властей признавать этот вид деятельности потому что его сложно отслеживать прежде всего там доходы расходы но и существует мировая практика на которую можно опираться и если это явление есть его нельзя долго не замечать все равно когда-нибудь его придется урегулировать и я думаю что в беларуси тоже особенно если сюда придет свободный рынок сми